Мне интересно, как вы учите людей не брать деньги из оборота. Берем спокойно с Каспи-Пэя, тратим. Это мои деньги, я брала, тратила, потом у меня постоянные кассовые разрывы были. Боль была везде. Настолько люди ленятся, что они даже не хотят считать, сколько они зарабатывают. Чтобы с вами в системе внедрять, нужно терпение. У меня не было времени на семью, на себя, на свое развитие, и была тревожность. Мы будем сидеть где-то на Мальдивах, на пляже. В правой руке у нас бокал коктейля, в левой руке Каспи-Голд, куда-то деньги падают. Люди врут, цифры не врут. В прошлом году, когда мы писали с вами интервью, летом вы сказали о том, что очень много боли у бизнесменов, особенно у малого бизнеса. То есть люди не выдерживают, уже через год закрывают свой бизнес. И вот Светлана тогда еще не участвовала в интервью. Светлана является супругой Аслана. И она была за кадром, такой, знаете, серый кардинал. И тогда, я вот помню, в комментариях очень много людей писали, да, это наша боль. Мы хотим все быть предпринимателями, мы хотим заниматься бизнесом. Начинаем. Ну, то есть вначале есть такой запал, да, а потом этот запал потихонечку затухает. И что происходит? Бизнес делается вначале на энтузиазме, на силе воли. И примерно в течение трех лет человек выгорает. Потому что, ну, на эмоциях мы начинали, все было классно. Многие думали, что вот начали бизнес, что вот теперь мы не будем с девяти до шести работать, теперь получается 24 на семь. Выходных нет, понедельника нет, восемь часов рабочего нет. Круглые сутки об этом думаешь, об этом говоришь, этим занят. Как это по-вашему? Для меня удовольствие. И, соответственно, начинается выгорание. Не все могут с этим справиться. И вот по статистике из 100 бизнесов, открытых одновременно, примерно 90% закрывается в первые три года. Это вот называется долина смерти. Это яма, когда умирают предприниматели. То есть эмоции, сила воли, экспрессии. Все это выгорает. Потому что мы же не роботы, мы же люди. Вот поэтому мы и говорим, ребята, вначале нужно поставить систему, потом все остальное. Но начни ты хотя бы с базовой системы, потому что на самом деле система из трех этапов состоит. Начни хотя бы с базовых принципов, и тогда бизнес будет расти. А что это за базовые принципы? Три этапа операционных процессов. Первый этап операционных процессов базовый, когда мы делаем за сотрудника. Сами с клиентами встречаемся, сами продаем, сами закупаемся, все сами делаем. Это первый этап, базовый принцип, когда мы выходим оттуда и сосредотачиваемся на ключевых факторах. Это уже второй этап, когда ты на уровне управленца, на уровне директора, когда ты уже нанял команду, когда ты уже поставил базовые программы. И третий этап, когда ты вышел уже из операционных процессов директора, и ты работаешь на должности уже собственника бизнеса. Вот туда мы ведем наших предпринимателей. Там уже бизнесмен, есть такое понятие, бизнесмен. Чем отличается бизнесмен от предпринимателя? Если предприниматель может быть директором в своей компании и может быть собственником, то бизнесмен нет. Бизнесмен, они не работают. То есть бизнес работает на них. Они сверху смотрят, над системой. Это как вот, я объясняю, как в лабиринте. Внутри лабиринта ты ходишь, не можешь выход найти. А когда ты смотришь над лабиринтом, ты можешь уже подсказывать, так, ребята, идем направо, идем налево, здесь 10 шагов правее и так далее. Таким образом мы можем вытащить человека из операционных процессов. Вот эти вот базовые три уровня операционных процессов, с которыми мы помогаем справиться и выводить предпринимателей и собственников из этих процессов. Светлана, вот к вам в основном с какими запросами приходят? С какой болью? Если честно, да, предприниматели, когда спрашивают, сколько ты зарабатываешь, они не знают, сколько зарабатывают. К Aspik Gold поступают деньги, недовольные, но когда спрашиваешь, скажи мне, какая у тебя чистая прибыль, какая у тебя маржа, ноль. Здесь это основная боль, что нет цифр. Вторая боль, нет сотрудников, сейчас вся молодежь, она ленивая, мы не можем никого нанять, все тупые, я самая умная, проблема с наймом. Второй, третий, это у нас кассовые разрывы, да, с кассовым разрывы к нам приходят, да, они приходят даже в минусе, но благодаря стимулизации бизнеса они понимают, где они недозарабатывают, начинают зарабатывать деньги. И все, это ручное управление, а мы помогаем автоматизировать все бизнес-процессы. Вы смелые ребята, потому что вы берете на себя, честно говоря, такую большую ответственность, да, то есть к вам приходят бизнесмены, я знаю, что, ну, действительно с большой болью, да, кто-то делает ювелирку, кто-то кондитер, да, то есть они к вам приходят, где они сами, сами они не знают, да, сколько они зарабатывают, там бардак в бухгалтерии, да, бардак во всем. Но вы берете на себя такую ответственность, что вы за два месяца, как, знаете, как хирурги приходите и начинаете операцию. Такие бизнес-доктора называем, да, бизнес-терапевты. На самом деле, откуда этот бизнес произошел, это же из нашей боли, то есть не так, что вот я захотел сегодня консалтингом заняться и буду там бизнес-тренером, нет. Я занимаюсь уже 19 лет бизнесом и, соответственно, каждый раз я падал, я 4 раза падал, терял бизнес и более 4 миллионов долларов потерял. И, соответственно, на этом опыте я понял, когда я каждый раз падал, мне родственники, друзья говорили, Аслан, хой, это не твое, да, иди вон, устройся в Акимат куда-нибудь на работу и работай стабильно. Это в Акимат. Да, 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 все сразу говорят, басын, жасайдовой, иди там в Акимат, да. Я говорил, нет, этого недостаточно, значит, я что-то делаю не так. Конечно, 12 лет я ходил с короной, что я самый умный, все знаю, только на практике, вот, считал всех бизнес-тренеров и так далее балаболами, вот, такая вот ошибка была. И сейчас я понял, да, вот, есть три вида людей, которым знания, вот, они не могут получить знания, да, это в первую очередь горделивые люди, да, гордыни у которых есть, которые думают, что они все знают, да. Второй тип, это ленивые люди, которые ничего не делают, и третий тип людей, это которые знают, но не делают, да. Вот, у нас очень много таких ребят, которые приходят, они говорят, я все это знаю, а это тоже знаю, а это тоже знаю. Вот, скорее всего, наши зрители, то, все, что мы говорим, они все это знают, но ничего не делают. Вот, и тогда я пошел сам учиться, вот, на прошлом интервью я рассказывал, да, то, что вот у миллиардеров учился. Слушайте, вот этот опыт очень классный, вы пошли к российскому бизнесмену Виктору Кузнецову, да? Да. И просто купили его опыт, я, кстати, вот это ваш кейс всем рассказываю, что нужно просто пойти и посмотреть, как это делает другой человек, успешный. Да, да, и поэтому я начал это все применять у себя, проверять, конечно, не все, что нам дается, мы можем применить, потому что мы не так делаем, не с теми людьми делаем, уровень нашей осознанности, наших сотрудников может не позволять, может наш уровень восприятия может, но все равно каждая какая-то маленькая идея или инструмент, который может привести к результату, и, соответственно, применяя этот опыт, мы получаем тот результат, который нам нужен. То же самое, мы делимся своим опытом, как предприниматель предпринимателю с другими предпринимателями, то есть мы не стоим над, мы сотрудничаем, то есть вместе работаем, да, мы говорим, смотри, вот твои цифры, вот по факту в твоем бизнесе нужно вот это, вот это вот на цифрах применяем, и каждую неделю… Сразу видим, каждую неделю на основании инструмента PlanFact мы видим, мы запланировали такое-то, по факту получилось так-то, ага, пересобрали, сейчас даже мы выпустили платформу, где мы собираем вот этот банк данных, собираем все наши домашние задания, наши гипотезы, все, что мы тестируем, инструменты, какие мы использовали в бизнесе, и это позволяет нам наращивать опыт. Только за прошлый год, вот через наши мастер-классы прошло более 6 тысяч человек, то есть я посчитал, за прошлый год я провел 150 дней в перелетах, то есть по всему Казахстану мы летали, 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 потому что в регионах есть очень острая и большая проблема с этими знаниями. Ардах, вы проходили обучение у Аслана в прошлом году, вы дизайнер интерьера из Актубе, с какой боли вы к нему пришли? Так как я начинающий предприниматель, у меня болело все, запрос был такой, найм, финансы, документация, выйти с операционки и, конечно же, увеличить доход, нанять сотрудников, делегировать всю свою работу. То есть у вас не было сотрудников? Не было сотрудников, я одна делала, все. То есть вы были дизайнером интерьера и всю работу делали сами, да? Да, все сама делала, и у меня не было времени на семью, на себя, на свое развитие, и была тревожность. Тревожность в связи с тем, что я не знала, как вести бизнес, как делегировать, как вести документацию. То есть до Аслана у вас был не системный бизнес? Не системный бизнес, я все сама делала, да, и от этого я устала, вот. Сейчас как ваш бизнес изменился? Сейчас очень все круто, у меня много времени, в первую очередь, я больше уделяю время на семью, у меня сейчас больше времени на творчество, развиваю свой личный бренд. То есть раньше всю эту работу вы делали сами, да? Да, да. То есть это прийти, замеры снять, отрисовать. Отрисовать. Отрисовать, делать 3D-часть проекта, чертежи полностью. Как вы это успевали сами? Я успевала раз в месяц, я только могла брать только один проект. А сейчас? Два-три большие проекта не смогла. А сейчас, вот во время обучения у Аслана я взяла крупный проект, подключила других дизайнеров, у меня уже была помощница, мы отработали. И вот так вот я увеличила свой доход, начала делегировать. Вы анализировали для себя, в чем все-таки была проблема вот вашего бизнеса? Проблема это недоверие. Я думала, что лучше меня никто не сделает. И я даже не знала просто как нанимать сотрудников. Вот во время обучения мы проводили собеседование. Это было очень круто как-то. И взяла помощницу и вот так вот начал делегировать. То есть раньше вы не доверяли людям? Да, могу точно так сказать, да. Сейчас? Сейчас доверяю. Сейчас доверяю, мне это нравится, потому что я вышла с операционки, 70% своей работы я делегировала, работаю в команде. Сейчас вы уже полностью систематизировали свой бизнес? Нет, я еще внедряю инструменты. Есть уже среди них любимые мои, да, это как платежный календарь. Я до этого даже не контролировала свои личные расходы, не планировала. Вы с оборота брали деньги, да? Да, с оборота. Это потом я узнала, что это был котловой метод. Это мои деньги я брала, тратила. Потом у меня постоянные кассовые разрывы были. И в конце месяца нечем платили, да? Да, да. Сейчас нет кассовых разрывов. Я планирую свой день, месяц, год, считаю свои деньги, расходы. Вообще, что такое система в бизнесе? С чего вы начинаете? С чего? Мы начинаем вообще с оцифровки бизнеса, да, потому что цифры у нас самое главное. Я люблю говорить, люди врут, цифры не врут, да, потому что есть такой анекдот, два менеджера по продажам встречаются и говорят, ну как дела? Он говорит, ну классно, говорит, сегодня сделал 300 звонков, 200 смс отправил и 10 коммерческих предложений составил. А у тебя как? А я тоже, говорит, ничего не продал. Вот, да, то есть результат. И цифры, это и есть результат. Поэтому в первую очередь мы делаем оцифровку, да, это фундамент. После этого мы занимаемся упаковкой бизнеса и привлечением клиента. После этого мы выстраиваем продажи как система, чтобы они не зависели от нас, как от собственников. Я представляю, если бы Динара у себя в салоне там ходила бы, продавала свою одежду, да, каждый день, то она не могла бы другими делами заниматься. Ну периодически я прихожу, помогаю, но это не означает, что Динара каждый день с утра до вечера там продает, правильно? Поэтому у Динары это системно работает, клиенты приходят, продажи идут и так далее. Но в самом начале, первый год я работала. Да, это нормально, в начале, да, нормально, но потом нужно делегировать этот процесс, потому что если сказать, что Динара лучше всех продает, ну таким образом мы Динару не сможем вытащить из этих операционных процессов. Следующее, значит нам нужна тема найма, как нанять этих людей, как их обучить, как их адаптировать, потому что сейчас большие проблемы, многие не могут нанять нужных людей, приходят те, кто попал, а не те, кто нужен. Вот этим процессом мы обучаем, какие технологии, какие фишки мы используем. После этого мы используем систему мотивации, то есть как их мотивировать, потому что предприниматель считает, вот я заплатил тебе деньги, ты обязан делать, а на самом деле они обязаны, потому что мотивация на самом деле денежная, стоит на седьмом, восьмом месте. Первое, это стоит общность или то, что я нахожусь в каком-то обществе, в каком-то окружении, командный дух, там корпоративная культура, далее идет после этого, как мне нравится внутренняя атмосфера, да, аура какая в команде у меня. Люди готовы на меньшую зарплату работать, если это все классная команда, если меня там поддерживают, любят, ценят и так далее. И мы называем это нематериальной мотивацией, и мы выстраиваем. Как раз-таки Светлана у нас профи в этом, если я такой заядлый, такой предприниматель, такой черствый и так далее, то Светлана у нас как раз-таки занимается командообразованием, она встречает, обволакивает любовью, заботой, завтраком кормит нового сотрудника, рассказывает, какая наша миссия, чем мы занимаемся. И вот в системе мотивации мы выстраиваем все это, у нас все это прописано, не просто по нынтию, а именно прописано. Каждый час кто что должен делать. Ну вот люди, которые к вам приходят, да, они же приходят уставшие. Да. Да, Светлана, расскажите. Да, приходят люди выгоревшие, вообще приходят с... Когда они уже на грани, да? Они приходят на грани и думают, что мы дадим волшебную таблетку, и все, они начнут зарабатывать. Мы приземляем их на землю, говорим, слушай, давай, выходи из состояния жертвы, да, мы начинаем немного прокачивать мышление, элементарные вещи, да, про осознанность говорим, про ответственность. И после этого мы даем им толчок, да, энергии, зачем тебе нужно систематизировать бизнес. Здесь, конечно, хороший фильтр, да, зачем им нужны деньги. И тогда они уже воспрягли и понимают, вот, как заходить на курс и внедрять инструментарии. Но иногда же бывает такое, что сам по себе бизнес не очень, да, ну, не тот продукт, который нужен сейчас рынку. Вот тогда вы говорите, что... Да, 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 мы... Ну, не актуален. У нас есть, знаете, вот я сама за рубежом училась, да, вот, и мы внедрили такую систему, называется водный урок. И вот помню, я первый раз в университет пришла, и сам декан университета, вот я училась в Ирландии, она меня встретила и дала интродакшн. У тебя будет вот это, вот это, вот это, право пойдешь вот это будет, лево пойдешь вот это будет. И мы вот на первом занятии также нашим студентам даем онбординг, да, то есть анализ конкурентов они делают. И они понимают вообще, как его, эта ниша вообще прибыльная, неприбыльная, сколько он может заработать, потенциал. И дальше наши правила, как бы, нашего обучения. То есть они это проходят и уже понимают, куда они идут. Мироэль, вы тоже брали деньги с оборота? Да, вот мы занимаемся продажей сходовых аксессуаров и ремонтом телефонов. И как начинающий предприниматель мы тоже вот до курса Аслана не знали, как вообще с финансами работать. То есть, да, вот вы тоже как все... Деньги заработали, тут же потратили, да? Да, берем спокойно с Каспи-Пэя, тратим. А сейчас такого нет, а сейчас уже у нас есть порядок в голове, знаю, какие деньги это магазина, это мои личные, есть уже четкое понимание. Аслан говорит о том, что в каждом бизнесе есть такие товары, которые, по сути, и делают твой бизнес, да? Вы продаете аксессуары для сотовых телефонов. То есть вы как-то сократили свой ассортимент? Сделали какой-то упор, там, фокус на что-то определенное? Мы сейчас уже больше стали делать акцент именно на айфоны. Раньше у нас вот мы тратили деньги на все обычные модели, а сейчас у нас вот конкретно есть действительно фокус на именно айфоны. Так как мы увидели, я сделала оба цене анализ и поняла, что у нас больше продается именно аксессуары на айфоны. Когда вы пришли на обучение к Аслану, да, вот что для вас стало открытием? Вот если так посмотреть, ну вот разве каждый предприниматель не ведет эту аналитику, да, что лучше продается, на что сделать упор? Вот что для вас прям было открытием? Ну, мы, получается, вели бизнес как могли, получается. И вообще вот в свободное время я люблю смотреть интервью с интересными людьми, вот особенно вот с бизнесменами. И особенно нравится ваш проект «Жизнь сухпад». Спасибо. Очень мотивирует и мотивирует зрителя. Как-то раз вот сидя на работе, я посмотрела интервью с Асланом и поняла, что это вот тот человек, который нужен мне здесь и сейчас. Я сразу же во время просмотра написала Аслана в Инстаграм, и мы с супругом записались на ближайший практикум. Далее уже пошли на курс. И, получается, до практикума мы с мужем сами там работали в двух магазинах сами с утра до вечера, без выходных, в то время как наша двухлетняя дочка жила своей жизнью дома с бабушкой. И еще у нас был страх. Вот мы боялись брать продавцов, вот как все предприниматели, никому не доверяешь. Вдруг обманет. Да, думаешь, что ты самый крутой. И вот, получается, ну еще у нас не было четкого понимания ведения бизнеса. И сразу после практикума, который прошел в декабре, мы, ну этот страх пропал, мы полностью автоматизировали торговлю, установили программу, наняли продавца. И в феврале мы зашли на курс системы и деньги, уже так с облегчением работа шла, то есть я полностью могла посвящать себя обучению. Вы до этого бизнесу обучались где-нибудь? Нет, это мое первое обучение. И у супруга тоже, да? Да, да. То есть вы просто пришли в бизнес, ничего не понимая, ничего не знают? Ну мы как-то, знаете, не задумывались об этом. Ну думаешь, там открыли магазин, там денег хватает, ну значит нормально. А потом вот я вот послушала Аслана и думаю, нет, надо же, мне же это тоже надо, я же тоже так делаю. Это вот все мои ошибки там были озвучены. Но если, например, человек понимает, что окей, мой бизнес не актуален, да? Даже конкурентов, оказывается, нет. И вы просто предлагаете ему закрыть этот бизнес? Мы предлагаем на этом бизнесе все-таки потренироваться. Я говорю, бросить ты всегда сможешь, успеешь. Давай мы сначала вот все инструменты, которые мы получаем на обучении, мы все это внедрим в этот бизнес, попробуем его реанимировать. Если получается реанимировать, то классно, то если нет, то понятно, что это вообще лошадь сдохла, все, нужно слезть с нее. И после этого, конечно, мы помогаем выбрать другие ниши. Я говорю, вот в этих нишах маржинальность высокая, в этих нишах маржинальность низкая. Потому что, по сути, если человек занимается бизнесом, он же, в принципе, может заниматься любым бизнесом. Вот как раз суть систематизации в этом состоит. Когда ты один раз научился это делать, это как ездить на велосипеде, ты потом не разумеешь это. И уже неважно, ты можешь здесь там условно нефть качать, здесь там торты печь, да, здесь там одежду шить. Да, принцип один. Везде нужно привлекать клиентов, везде нужно их обрабатывать, везде нужна команда, везде нужно цифры считать. Мне знаете, какие бизнесмены нравятся? Которые вот просто с утра до вечера такие свободные, и у него там пять видов бизнеса, и везде работают команды, а он свободный человек. Да. Ну это вообще, конечно, прям высший уровень, да? Да, это вот третий уровень системы, когда собственник занимается стратегией бизнеса, потому что одним из мифов бизнеса является то, что нам вот эти американские фильмы нагрузили, да, то, что мы будем сидеть где-то на Мальдивах, на пляже, в правой руке у нас бокал коктейля, в левой руке Каспи Голд, куда-то деньги падают. Вот многие думают, что это вот это, выход из операционки. На самом деле нет, ты по-любому будешь работать, но стратегически. Ты будешь приходить, вдохновлять команду, ты будешь выстраивать систему. Контролировать. Контролировать. Вы же, например, тоже делаете, да, например, в своих бизнесах вы заходите, контролируете, смотрите. Раз месяц я смотрю все эти наши отчеты, конечно. Вот это есть, вот это есть третий уровень, когда ты как собственник бизнеса заинтересован. А иначе ты уехал куда-нибудь, например, через год, и у тебя ты без бизнеса останешься. Конечно. Я за то, чтобы мы адекватно и реалистично смотрели. И вот то, что я говорил по адаптации, по мотивации сотрудников, я хочу сделать подарок всем нашим подписчикам. В прошлый раз я дарил платежный календарь, чтобы вышли из кассового разрыва. В этот раз я хочу подарить план адаптации или чек-лист, как можно мотивировать своих сотрудников. Например, карьеры на лестнице, как мы делаем. Мы говорим, вот ты пришел стажером, сделал вот такой-то план, получил вот такую-то зарплату, там, или мы взяли тебя в штат. Там, проработал столько-то, сделал такое-то обучение, получил такой-то результат. То есть я вот это готов подарить. И, ребята, если вы в комментариях напишите слово «чек-лист», да, я подарю каждому этот чек-лист. Обязательно пишите мне в Инстаграм или пишите здесь в Ютуб в комментариях. И я обязательно всем сделаю подарок, потому что это действительно наш вклад в общество, когда мы хотим ребятам помогать, чтобы они попробовали, внедрили эти инструменты у себя, почувствовали, как эти инструменты работают. Дулат, вы с каким запросом пришли к Аслану? В первую очередь, это команда образования, чтобы понять вообще, как их сформировать, как с ними работать, как их мотивировать, материальная, нематериальная мотивация. Каждая вот эта структура была выровнять, чтобы... До обучения у Аслана вы не знали, как собрать команду, да? Как управлять командой? Нет, собрать-то смогли, вот управлять не могли. Но тоже при собрании тоже были проблемы. Понять, кого выбрать из 20 человек нужно понять было. Это тоже нам дали такую структуру, скелет, да, вот это все как по полочкам ставить. Это все внедрить очень сразу не тяжело было, но постепенно мне показали вот это пошагу, да, какой момент нужно делать. Короче, я самый-самый сложный не брал там. Я только самое легкое, что быстро было внедрить в течение часа, это все брал. То, что сложное, потихоньку начал. До сих пор мы это внедряем. Боль была везде, именно в бизнес-структуре. Не в отношениях, а в бизнес-структуре. Это, говоришь же, команда была у нас, в продажах что-то, в маркетинге было. Мне нужно было понять, что, как работает вообще. Аслам просто после вашего интервью я посмотрел, мне близко подошел. Я разные вот эти подкасты смотрел, но именно ваш ролик с Асламом мне зашел просто. Взял, посмотрел, я там буквально... Вы увидели так, этот доктор мне поможет. Да, но я пришел к нему как не сильно ожидая. Я понимал, что может не так пойти, как я думаю. Ну, без разницы было, что... Ну, основные те боли, которые у меня были, он проговорил про это. Вот поэтому я пришел напрямую к нему. Но это же зависит еще от вас. Одно дело получить знания, и другое дело сразу это внедрять. Хоть 50-60% внедришь, а Наполеон раздаст. Вы все внедрили? Нет, не все. Вы самое легкое, как вы говорите. Я вот такой человек, мне всегда раз, два, три должно быть. Если что-то усложняю, и мне самому непонятно начинать, я все там уже не сделаю. А то, что все легкое, все внедрил, быстро. Аслана, вы анализировали, почему умирает бизнес? Да, мы анализировали. Бизнес умирает по причинам того, что собственник не обращает внимания на показатели цифры. То есть он все по старинке делает, ничего не меняет. Есть же вот поговорка такая, тамарнанстатик казахстан. То есть мы называем это инструмент «рука на пульсе». Когда каждый день бизнес, ты проверяешь пульс. Какие показатели? А что ты должен смотреть каждый день? Ежедневно. По каждому пункту, по каждой точке. Мы должны понимать, сколько у нас оборотка, какой у нас средний чек, какая у нас прибыльность, сколько стоит у нас привлечение одного клиента, сколько у нас стоит один лид. То есть вот эти все пункты, все точки, может быть, это даже производство, например, норма брака, норма производства. Мы все эти точки контроля должны смотреть и контролировать в бизнесе. Но если мы это не контролируем, если мы не реагируем на какие-то звоночки… Нет, но если, например, человек, окей, он контролирует. Вот у него, например, ресторан. Ему там утром скинули в обед, вечером. Но вот он видит, что меньше и меньше людей приходит. Ресторан, у него и повар, и официанты. Ну, окей, он видит цифры, но он видит, что не растет эта цифра. Нет прибыли. Базовый принцип системы – это первое, когда ты оцифровываешь, получаешь цифры, но сами по себе цифры-то не могут взлететь. После этого ты принимаешь решение. И после принятого решения ты внедряешь какой-либо инструмент. То есть ты реагируешь на это. Вот какие инструменты вы применяете, чтобы бизнес вырос? Не только в общепите, вообще в любом бизнесе самое первое, что мы делаем, внедряем – это ABC-анализ. Это категория А – все, что больше продается, категория Б – все, что меньше продается, и категория С вообще не продается. Потому что мы можем сделать меню, где у нас 150 наименований, а на самом деле продается там 5 наименований. То есть убрать все лишнее? Не то, что убрать, а сфокусироваться на том, что приносит больше оборачиваемости. Теперь вторая сторона – есть XYZ-анализ. X – это то, что больше прибыли приносит, Y – меньше прибыли приносит, Z – мы в минус работаем. И, соответственно, когда мы соотносим эти категории А и X, то, что больше продается и больше прибыли приносит. К примеру, у меня в магазине есть строительное оборудование, инструменты, спецодежды. Есть 12 тысяч наименований. Из 12 тысяч у нас продается категория А и X, то, что больше прибыли приносит и оборотки больше приносит. 858 наименований. И вот мы на них фокусируемся. И получается, клиент приходит, видит ассортимент, но мы его все-таки продаем, тот же молоко и хлеб, который он чаще всего покупает. Потому что энергозатратность того же продавца-консультанта одна и та же. То есть он может ходить и предлагать все, а может то, что лучше всего продается. Я недавно была в Ташкенте и ела такую вкуснейшую самсу. И это находится где-то на окраине города. Мы приехали, там едят в основном полицейские. А это же всегда такой, знаете, признак, что там вкусно. И там очень все так скромненько, пластиковые столы, стулья. Но они продают только самсу. И я спросила, сколько в день вы продаете? Где-то около пяти тысяч. Вот, вот показатели. Человек лучший в этой самсе. И, соответственно, он больше прибыли с него зарабатывает. Все приходят туда покупать самсу. У него в меню мог бы быть и плов, да, и шашлык. Но он сделал упор на самсу. То есть вы предлагаете вот так же в каждом бизнесе делать упор на один продукт? На те продукты, которые больше прибыли, больше оборотки приносят. Вот если мы на них будем фокусироваться, то мы будем понимать. И это все можно увидеть просто по цифрам, да? Конечно, конечно. Мы берем, когда все это от цифровки делаем. Ну, вроде бы, казалось бы, это же просто. Неужели не все догадываются? Настолько люди ленятся, что они даже не хотят считать, сколько они зарабатывают. Это привычка просто? Это привычка. Он, например, открывает какой-то ресторан, какой-то офис, он классный дизайн, ремонт делает. Он вкладывает все деньги в это. И потом сидит, вот я же открыл классный магазин, классный ресторан, ко мне люди должны приходить. А нет, рынок диктует по-своему. Кто больше всего рекламируется, того, соответственно, видит и у того покупает. Да, я Аслан добавлю, да, и они занимаются пожаротушением. Получается, у них нет времени, да, вот этого пространства, чтобы они подумали, так, что я могу сделать, да, как я могу что-то улучшить, да. То есть они постоянно в операционке, и даже времени нет взять в тетрадь и посчитать. Вот и все. И в третий момент, мне кажется, да, люди боятся чего-то нового. Вот СРМ-система, ой, долбоса, там, это что-то там придумали. Ну, что за customer relation, да, они не верят. У нас есть даже предприниматели, которые внедрили СРМ-систему, и в ней не работают. А потому что, чтобы СРМ-систему внедрять, нужно терпение, нужно подкрутить, нужно сотрудникам объяснить, контролировать, дисциплинировать. То есть им сложно внедрять вот эти технологии. Вы занимаетесь фастфудом, мастер-чикен. Да. Вы продаете, я так понимаю, курицу, да? То есть проблема какая была? Вы не могли найти людей, не могли найти клиентов, не могли найти поваров, или какая проблема была? Ключевых людей не могли найти, а также дальше вот я вот обратился к Аслану, дальше мне нужен был стратегический подход. Дальше по какой стратегии мы будем двигаться, развивать компанию. А вот до того, как вы пришли к Аслану, вы сколько этим занимались? До этого я вот в период карантина мы начали. В 20-м году, да? Да, в 20-м году. И в прошлом году я вот обратился к Аслану. То есть вы 2-3 года мучились? Да, вот. Я делал, как я все знаю, да? Оказывается, много чего я не знаю. Я уже начал выгорать, смотреть разные ролики, читать книги. И потом вот посмотрел ваше интервью со Асланом и обратился к Аслану. Слушайте, хорошие люди смотрят мои интервью. Полезно, да, самое главное? Да, очень полезно. И там вот я встретился с очень крутыми, с предпринимателями, познакомились. Вам, наверное, стало легче, чтобы не один, да? Легче стало, да, не один, оказывается. И затем? И затем вот в период обучения мы получили огромные знания, кейсы разные были. Вы сразу внедряли в свой бизнес? Да, сразу начали внедрять. И вот начали у нас с команды увольняться, да, некоторые сотрудники. Вначале было очень трудно, но затем мы привыкли. А сейчас у вас сколько в команде людей? Около 27 нас. 20, да? У вас сколько точек? У нас сейчас на данный момент 3 точки. И открыли свое собственное производство. И дальше будем аштабироваться. Мне интересно, как вы учите людей не брать деньги из оборота. Каспи-пэй всегда под рукой. Ты можешь спокойненько перевести с Каспи-пэй на свой Каспи любую сумму. Что вы запрет ставите? Мы делаем таким образом систему счетов. Первый счет – это главный счет, куда будут падать все деньги. Второй счет, например, налоговый, куда, например, мы примерно 5% от оборотки постоянно скидываем, чтобы накапливалось. Третий счет у нас на развитие. Потом идет у нас на дивиденды еще. Вот именно с дивидендного счета ты можешь брать. То есть мы когда о цифровом бизнесе, мы понимаем, что ты можешь брать там 10% от своей оборотки. Все. Каждый день, например, 100 тысяч поступило, ты 5 тысяч на налоги, 10 тысяч на развитие, 10 тысяч на дивиденды, 10 тысяч туда. То есть ты распределил. И уже вот этим дивидендным счетом… А той куда деть? А? Той. Садака. Той. Садака вот с этих дивидендов и бери. Это чисто твои деньги. То есть мы разграничиваем личные финансы и корпоративные финансы. Светан, ну женщины-предпринимательницы, когда к вам приходят на обучение, вот им же очень сложно. Это же женщина, когда заходит в магазин, ее сложно остановить. Не знаю, вот касательно бизнеса, мне кажется, там нету пола. То есть бизнес – это бесполые инструменты, нужно применять, если ты хочешь зарабатывать. А когда вообще попадают к нам, это окружение, где все так делают. И волей-неволей ты начинаешь работать по этим принципам. Вчера Аслан мне рассказывал интересную историю. Девушка с Астаны, у нее салон косметологии, да? Муж говорит, я благодарен, как моя жена наконец-то научилась не опаздывать никуда. И научилась считать свои цифры. То есть я всю жизнь с ней живу, и у нее не удавалось, да? То есть когда ты попадаешь в этот поток волей-неволей, ты начинаешь все это делать и понимать. И, конечно, наши студенты, которые закончили, они делятся своими результатами. Это очень вдохновляет. И, как вы сказали, они же приходят на грани, они не хотят ту жизнь, которая была. До и после – это колоссально разные люди. Сейчас мы послушаем наших выпускников, они расскажут до, какие у них были проблемы, ситуации. Мне интересно, ваше мнение, как вы наблюдаете, что приходят до и после? До и после абсолютно разные люди. Например, в последнем потоке у нас приходила девушка в полном состоянии жертвы, после развода, после провала, денег, ничего нет. В состоянии жертвенности она говорит, вот все виноваты, все плохие, вот я одна такая классная. Вот сейчас во время обучения она веселая, улыбается после обучения. Облегчение, да? Облегчение. У нее пошли клиенты, пошли продажи, у нее выстроился бизнес. Она такая счастлива, везде выступает уже, отмечает меня в своих выступлениях, круглых столах и так далее. Я говорю, вот круто, классно. Я прямо, у меня сейчас мурашки пошли по телу, я прямо от этого и кайфую. Вот это и есть результат моего труда. Но вот бывает такое, что вы не смогли помочь? Мы не можем помочь только тем людям, которые не берут на себя ответственности. То есть у нас есть правило во время обучения. Если человек приходит, обучается полностью, участвует во всех занятиях, делает все домашние задания и не получает результата, мы ему должны вернуть все деньги. То есть есть по контракту у нас такое условие, гарантия такая. Потому что мы говорим, это для тебя без риска. Но мы первые две недели смотрим, если человек не приходит на занятия, если человек не делает домашние задания, не выходит на связи и так далее, мы ему уже ничем помочь не можем. И гипотетически он в конце курса может попросить деньги назад. А зачем мне такое нужно? Поэтому я уже в начале курса отчисляю с обучения тех ребят, которые неответственно относятся. Таким образом я показываю, что для меня важно в первую очередь не деньги. Деньги сразу возвращаете, да? Да, деньги сразу 100% возвращаем. То есть вам не нужны такие кейсы, да? Да, да, нам не нужны такие кейсы, чтобы кто-то там сказал, вот я пришел и не получил результат. Результат здесь вычисляется или в том, что он увеличил свой доход, или в том, что он нанял команду, или в том, что он выстроил процессы, систему внедрил в своем бизнесе. Даулет, вы являетесь основателем ювелирного бренда Атай. Это в честь вашей фамилии, да? Да, верно. Спасибо большое за подарок. Мне подарили подарок. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Вау, какая шикарная подвеска. Это бриллианты? Да. Спасибо большое. И циферблат, да? Да. Шикарно. Это вы сами производите или готовую продукцию продаете? Мы готовую продукцию продаем. Высшего качества, которое мы даем сертификацию на свой товар. Вот здесь бриллианты и золото. Мне нравится, что у вас даже упаковка, знаете, как у Булгари. Прямо один в один коробочка. Ну вот мы стараемся, чтобы наши клиенты и покупатели давать им лучшее, что есть на рынке. Так как мы сами пока не производители, но мы видим, что происходит, ну, общемассово. И за это мы хотим выделяться вот среди массовых... Среди других, да? Среди других, да? Вы с каким запросом пришли к Аслану? К Аслану? Ну, я в предпринимательстве давно. Я знал, что здесь у меня будут какие-то вещи, где будет тяжело контролировать. И сразу хотел, чтобы этот бизнес был систематизирован. Чтобы... Потому что украшений много, да? Украшений много. Что могут быть там какое-то воровство или... А было воровство? Пока не было. Пока не было. Все выстроили так, что не может быть никаких таких вещей, что что-то могут у нас украсть и что не под учетом. То есть сейчас все под учетом? Да, да. К Аслану я шел и эту цель достиг в плане того, что все контролируемо. Я знаю, что сколько примерно прогноз продаж будет, сколько будет доход, соответственно, сколько расход будет. И у меня была проблема в том, что по Инстаграму я никогда не вел Инстаграм. И именно в бизнесе я это не знаю, как делать. А у Аслана в программе есть такой пункт, как маркетинг, как раскачать Инстаграм. Я даже не знал, что там, оказывается, делятся подписчики, мужчины, женщины от такого-то возраста до такого-то возраста. Теперь примерно мы знаем своего клиента, и на них упор делаем. И даже при закупе товаров мы уже знаем, кто наша целевая аудитория. Вы же когда таргет направляете, вы знаете, куда именно направляете таргет. Да, да, да. Кто наша целевая аудитория, и как бы вот эти вещи нам очень помогли. К вам же приходят люди уже уставшие, как вы говорите, выгоревшие, да? Там какой миллиард, там бы, я не знаю, 10 миллионов заработать. И вы говорите, так, мы тебя сейчас научим, ты будешь миллиардером. Только тех, которые хотят. В первую очередь мы это говорим таким образом. Ну, скажем, вот пришел человек, да, до миллиарда, сколько ему нужно идти? Если пришел человек, там, в базовом, не знаю, там, 10 миллионов зарабатывает, и он хочет миллиард сделать, то, в принципе, он за 2-3 года спокойно может миллиард заработать. Как это сделать? У нас есть направления же разные. Например, бизнес, если чисто направлен и нацелен на сегменте B2C, когда бизнес-то клиент с конечным потребителем, у него там определенная маржинальность и клиент. Есть, например, направление B2B, когда уже можно работать с крупными компаниями. Уже здесь вагонные отгрузки, большие объемы можно сделать. Еще, например, можно рассмотреть третье направление B2G, когда мы работаем по госзакупкам, по тендерам и так далее. А вот у нас есть ребята, которые заходят просто в B2G, в тендера и сразу миллиардные обороты делают. Это очень легко делать. У нас есть очень много выпускников, там, больше 20-30 человек, которые сделали вот эти миллиарды. Бизнесмен, он же затрачивает свою энергию, свое время на определенный бизнес. И когда он, мне кажется, систематизирует его, как вы говорите, правильно шлифует, нужно как-то выбрать просто нишу, где больше денег. Потому что ты будешь тратить столько же времени и энергию на этот бизнес. Ну, лучше потратить там, где больше заработаешь. Это вот рядом с поговоркой такой, нужно делать правильные вещи правильно. То есть правильные вещи, правильные инструменты и правильно их внедрить. И вот ты в этой нише можешь заработать. Мне просто иногда жалко людей, которые, вот я вижу, что у него потенциал огромный, но он занимается мелочью. Мы им показываем возможности. Как только мы показываем возможности, после этого мы еще делаем же экскурсии. Например, у нас есть миллиардеры, и мы возим к ним на производство, на заводы. Мы показываем компании. Вдохновляете, да? И мы знакомим с этими миллиардерами. И они с ними общаются, понимают, блин, он такой же человек, как я, такой простой, такой классный. А чем миллиардер отличается от миллионера? Мышлением. В первую очередь мышлением и, соответственно, открытостью. То есть, когда ты работаешь с миллионером, да это я знаю, да это я слышал. Миллиардер говорит, а что, а как сделать? А вот, ага, а еще что? А еще как сделать? Ну, миллиардер-то когда-то был миллионером. Да, да, да. И он начинает узнавать, спрашивать, а как сделать? То есть, новые идеи, всегда новые идеи ищет. Новые бизнесы. Мне нравится, что вы эффективны во всем, даже вот в рождении детей. Вы ждете двойню, да? Да. Вы тоже к этому подошли так системно. Времени мало, Светлана, в общем, мы можем потратить на это. Масштабирование называется. Масштабирование, да? Ну, это подарок от сегодняшнего, мы говорим, он нас любит сразу. Двойню, да, да. Аслана, Светлана, спасибо вам большое за еще одно полезное интервью. Я знаю, что вы всегда приходите с подарками и на этот раз тоже хотите что-то дарить. Да, на этот раз я хочу всем подписчикам Динары подарить подарки. То есть, за самые лучшие комментарии мы будем отбирать, отсматривать комментарии. Мы подарим билет на курс стоимостью 5 миллионов тенге за самые лучшие комментарии. Ну, и, соответственно, на 5 человек мы сделаем подарок на мастер-класс стоимостью 100 тысяч тенге, 5 билетов. Супер, это ближайшее время. Это ближайшее время, как только мы отсмотрим эти комментарии и мы с Динарой выберем те... Мне нравится всегда, когда вот такие подарки, я тоже у Бибы-то обещала подарить подарок, когда разыграешь подарок, всегда хорошие комментарии. Добрые. Добрые, самое главное, да. Мы должны понять, что действительно это предприниматель, что у него есть проблемы и какая помощь им нужна. Напишите, чем это интервью было для вас полезным, какой инсайт вы поймали для себя. Я думаю, что человек, которому действительно нужна эта информация, нужна эта помощь, нужна вот эта реабилитация, да, я думаю, что этот человек как раз и получит этот приз. Спасибо вам большое. Спасибо вам.